Вести Карачаева, Черкесия Темпы ввода жилья в Карачаево-Черкесии достигли максимума за последние 20 лет. Об этом сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Тимрезов. Большая доля интенсивного строительства приходится на республиканский центр, в котором активно строятся два новых микрорайона с развитой инфраструктурой. В прошлом году в регионе введено в эксплуатацию 235 тысяч квадратных метров жилья. Это пять многоэтажных домов и более 1300 индивидуальных жилых домов, что на 54% выше показателей предыдущего 2020 года, сообщил Рашид Тимрезов. Он отметил, что положительная динамика фиксируется и в текущем году. По словам главы региона, к концу этого года планируется ввести порядка 236 тысяч квадратных метров жилья. В северной части Черкеска открылось терапевтическое отделение. Теперь люди, проживающие в региональной столице по улицам от Кавказской и далее в сторону нового микрорайона, будут обслуживаться в здании филиала городской поликлиники по улице Свободы. Здесь же есть возможность пройти узкопрофильных специалистов. Об этом рассказала исполняющая обязанности заведующего терапевтическим отделением филиала поликлиники Черкеска Белла Дзамихова. Наш филиал городской поликлиники будет осуществлять амбулаторно-поликлиническую помощь в том же объеме, что и осуществляет городская поликлиника, основной корпус. На сегодняшний день мы уже ведем полноценный прием терапевтами, терапевтической службой. Производим забор анализов, всех анализов, общий анализ крови, биохимический анализ крови. Правительство Карачаево-Черкесии поддержало инициативу главы республики Рашида Тимрезова о назначении единовременной региональной выплаты сельским медработникам в этом году. Врачи из Карачаево-Черкесии, работающие в сельской местности по программе «Земский доктор», помимо федеральной выплаты, в текущем году получат дополнительную региональную выплату в размере 100 тысяч рублей. В этом году выплату получат 21 врач. 1 августа 2000 года в прямой эфир вышел первый выпуск программы «Вести Карачаево-Черкесия». Программа сразу завоевала популярность у жителей Карачаево-Черкесии и стала главной новостной, определяющей информационную политику всей телерадиокомпании. Первый выпуск провела Светлана Козеева. Ведущими программы в начале 2000-х были Алина Хаджиева, Алтаная Тоова, Асиат Кодова, Алексей Кузнецов, Марина Кушпова и другие. Зрителям запомнились и яркие репортажи корреспондентов Владимира Гетманова, Руслана Каркмазова, Анжелы Тикеевой, Артура Мхце, Жанны Бениаминовой, Ларисы Тлипсируковой, Людмилы Переславцевой, Натальи Соколенко, Эммы Шаковой, Казима Байпанова, Аслана Халкечева и Мурата Джанкиозова. Благодаря выпускам программы «Вести Карачаевы Черкесия» жители имеют возможность оперативно получать достоверную информацию о событиях в политической, экономической, социальной и культурной жизни региона. Ежедневно журналисты, телеведущие, операторы, режиссеры и монтажеры становятся свидетелями чрезвычайных происшествий, политических баталий, общественно важных событий, культурных зрелищ и спортивных побед. Коллектив службы радиовещания поздравляет коллег с праздником и желает успехов и процветания. По всей стране сейчас стартует программа модернизации сельских почтовых отделений. Такое поручение президент страны Владимир Путин озвучил на съезде «Единой России» и оно стало одним из пунктов народной программы партии. Более того, за каждым почтовым отделением, проходящим модернизацию, закреплен депутат, который несет личную ответственность за качественный и своевременный ход ремонта. На минувшей неделе депутат Народного собрания Республики Фатима Карданова оценила ход строительных работ в почтовом отделении в селе Красный Восток Малокарачаевского района. В Карачаево-Черкесской республике под эту программу, под модернизацию попало 15 почтовых отделений в семи районах Карачаева-Черкесии. На каждом объекте объем ремонтных работ немножечко отличается в зависимости от состояния самого почтового отделения. Где-то вошли внутренние работы и наружные работы, где-то только внутри. Но для нас самое главное, что внутренняя часть, она будет отвечать всем современным требованиям, как пожарной безопасности, так и по видеонаблюдению и по техническому наполнению, которое, конечно же, должно вылиться в какую-то пользу для населения, для людей. Для нас очень важно, что почтовое отделение дополняется новыми смыслами, новым функционалом. Детскую библиотеку имени Сергея Никулина обновят к столетию Карачаева-Черкесии. Будут заменены деревянные окна, обновлены стены, полы, потолки и обновлен фасад. На сегодняшний день уже проведены основные строительные работы. В целом, ремонтные работы планируется завершить к сентябрю текущего года. В рамках национального проекта «Культура» в регионе построены две школы искусств – вауле «Псыж» и «Черкеске». Первый физкультурно-оздоровительный комплекс будет построен в ауле «Учкулан» по нацпроекту «Демография» в текущем году. Здание ФОКО будет первым подобного рода объектом в ауле, который преобразит общий архитектурный стиль поселения. Оно будет состоять из двух этажей. На первом этаже – зал для нескольких видов спорта. На втором этаже обустроен тренажерный зал, раздевалки, душевые, санузлы и административные помещения. Пропускная способность спортивного объекта составит 50 человек. На сегодняшний день проводится подготовка свай для дальнейшей установки металлоконструкции. Завершение строительства намечено на конец года. В детских садах Черкеска активно готовится к приему детей, которые вернутся в свои группы после летних каникул. Воспитатели и средний персонал проводят влажную уборку помещений, очищают от аллергенных сорняков игровые площадки. А мониторинговая группа при Общественной палате Республики проверяет, в каком состоянии находятся недавно отстроенные ясельные корпуса. Об этом сообщила председатель Общественной палаты Республики Елена Лешова. Действительно ли подрядчики, выполнив все свои работы, обязательно построили качественные здания? Есть ли у заведующих детских садов претензии к постройкам? Насколько комфортно, соответственно, маленьким детям здесь были ли претензии у родителей? Вот задача, соответственно, которая поставлена была у представителей Общественной палаты, комиссии, которая отправилась в мониторинг. Мы поговорили о гарантийном сроке, при нас же по телефону с подрядчиком была связь, и подрядчик завтра же будет это устранять. То есть те замечания, которые мы показали, небольшие замечания, да, они были, но они будут сейчас, соответственно, исправляться. Вот в этом и задача, чтобы выявленные замечания тут же принимались решения, к их исполнению уже с 1 августа начинают работать. В рамках празднования столетия Карачаевой Черкесии в Черкесске прошел фестиваль кавказской кухни «Кунак-2022». Для гостей была организована бесплатная дегустация блюд аутентичной кавказской кухни от именитых поваров, включая профессионалов мирового уровня. Таким образом, повара готовили крупногабаритные блюда, чтобы их могли отведать все желающие. На фестивале были представлены азербайджанская, армянская, дагестанская, ингушская, адгейская, северостинская, чеченская и уральская кухни, а также кухни народов Карачаевой Черкесии, Кабардино-Балкарии и Ставрополья. В рамках фестиваля о вознаменовании многофековой дружбы народов Большого Кавказа прошла торжественная церемония закладки капсулы времени с рецептами аутентичной кухни народов Кавказа для вскрытия потомками через 50 лет. Комментирует информацию руководитель Комитета по развитию туризма в Северокавказском федеральном округе Общенационального союза индустрии гостеприимства Анзор-Ямтыль. Гастрономический туризм, гастротуризм, это растущий мировой тренд, в котором Северный Кавказ, безусловно, может смело претендовать на место в лидерском составе. Убежден, что богатство и многообразие культур Кавказа поразит даже самого искусства дегустатора. Выражаю уверенность, что подобные мероприятия будут способны к развитию туризма не только в Карачаево-Черкесской республике, но и по всему Северному Кавказу. На базе Национального парка Кисловодский в питьевом зале Нарзаной галереи прошло открытие выставки звездного фотографа Ольги Бабенко, посвященной карачаевской породе лошадей. Помимо этого, для посетителей выставки был организован просмотр двух документальных фильмов о карачаевской лошади. Выставка открыта для посетителей до конца августа. Комментирует информацию начальник отдела экологического просвещения Национального парка Кисловодский Виктория Юферева. Наша выставка комплексная. Это не только эстетика такой замечательной породы карачаевской лошади. Это, конечно, еще очень важный рассказ о происхождении породы, о происхождении верховой езды, о происхождении коневодства, об истории его непростого развития. Поэтому выставка у нас, на мой взгляд, получилась очень интересной, насыщенной. И мы приглашаем всех посетителей к нам в Национальный парк Кисловодский. В столице Карачаева Черкесии прошли мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортных происшествий под названием «Безопасный перекресток». Сотрудники ГИБДД напомнили водителям, что перекресток – это место повышенной опасности, которое требует особого внимания и строгого соблюдения правил очередности проезда. В ходе мероприятий водителям вручили информационные листовки по правилам проезда перекрестков, а также использование средств пассивной защиты и детских удерживающих устройств, которые в случае дорожно-транспортных происшествий помогают снизить тяжесть последствий. Республиканский Карачаевский драматический театр в рамках подготовки к новому сезону поставил детский спектакль «Честное слово». Под руководством режиссера из Кабардино-Балкарии Магомеда Атмурзаева труппа освоила постановку всего за 10 дней. Постановка нового спектакля прошла в Доме культуры села Чапаевского. Коллектив молодцы. Они первые 2-3 дня сопротивлялись, они не привыкли. Ну, потом потихоньку, знаете, все вышпели. Все-таки я новый режиссер, приедет ко мне другой режиссер. Я очень часто у себя приглашаю режиссеров, потому что актеры очень многое берут от новых веяний, новых режиссеров. А это обогащает, очень сильно обогащает творческий коллектив и театр ЦОР. Порядка 200 лучших спортсменов со всего Северокавказского и Южного федеральных округов приняли участие в открытом турнире по Панкратиону, прошедшем в рамках фестиваля боевых искусств в Черкесске. Первое место на состязаниях, приуроченных к столетию республики, занял бойцовский клуб «Кузня» из Краснодарского края. На втором месте спортивный клуб «Малгабек» из Ингушетии. Третье место заняли спортсмены бойцовского клуба «Вольфман» из Карачаева, Черкесии. Кроме того, приз за лучшую технику получил неоспоримый чемпион из Карачаева, Черкесии Амаль Агиров. Радио России. Карачаева, Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаевой, Черкесии ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. В отдельных районах сильный дождь с грозой и градом. Ветер юго-восточный с переходом днем на северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 27, плюс 32, в горах местами плюс 17, плюс 22. В Черкесии переменная облачность, кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный с переходным днем на северо-западный 6-11 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 31 градуса. Это все новости к этому часу. С ними вознакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Реклама Индустриальный технологический колледж продолжает набор выпускников 9-11 классов. Бесплатное обучение, поступление без дачи ОГЭ и ЕГЭ, стипендия, общежития, отсрочка от армии, с получением профессии, техники грузовых и легковых автомобилей, автогридерист, экскаваторщик, электромонтажник, сварочное производство, моделирование швейных изделий, парикмахер, мастер по обработке цифровой информации. Хотите зарабатывать достойно? Звоните, пишите, приходите. Количество мест ограничено. Индустриально-технологический колледж. Улица Октябрьская, 56. Телефон 21-17-25. Мы растим профессионалов. Стань успешным и ты. Прямо сейчас твой город преображается. Набережные и скверы становятся чище. Из рек и морей исчезает мусор, а собранные отходы сортируются, чтобы потом отправиться на переработку и обрести вторую жизнь. Это не магия. Это волонтерство. Беречь природу – доброе дело. Но главное добро в этом деле – ты. Присоединяйся на добро.ру. Ноль плюс. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова